Мы прорабатывали момент с законодательной базы в рамках фитнеса. И учитывая то, что Лена Александровна была зампредом комиссии, есть зампред комиссии по ЗОЖ, тогда это, конечно, были заседания и круглые столы в рамках общественной палаты, где как раз таки удалось, по-моему, во втором чтении в Госдуме их одобрили. И сейчас законодательная база это работает. Это самое яркое, что удалось запомнить, что все-таки теперь, если говорить простым языком, любые спортсмены или любые представители профессиональной индустрии, они должны иметь образование спортивное. Ну, то есть, грубо говоря, вы приходите в фитнес, а там вам говорят, как правильно гантель удержать, а как не надо держать или как правильно делать то или иное упражнение. И очень часто бывало такое, что люди получали травмы, потому что, ну, это был некомпетентный сотрудник, который неправильно доносил ту или иную информацию. А сейчас, благодаря инициативе Елены Александровны, также там депутаты Госдумы поддержали, вот мы организовали круглые столы, бесконечные чтения, поправки, экспертные советы. Вот удалось внести эти изменения в закон, в законодательство. И теперь, приходя в фитнес-зал, вы будете знать, что у каждого из сотрудников есть профильное образование спортивное. Это круто, я считаю, с точки зрения закона. Но не все этому, может быть, рады, но тем не менее. Продолжение следует...